Не надо кошмарить бизнес, сказал Дмитрий Анатольевич, быть на своем президентом. Да, не кошмарят, теперь нас кошмарят. Вот я думаю, как журналист бы где-нибудь встретился бы на пресс-конференции, спросил бы. У нас же все-таки, знаете, в государстве вечной крайности. Сейчас вот я с опаской, мне денег не жалко. Но было вот, где-то я читал за границей о том, что там есть качественные товары подороже, есть в среднем качестве там и все. А у нас вот нет, вот заходишь, я ведь на цену, да в последнюю очередь смотрю, я смотрю наличие вот это Е-Е-Е-Е. Я даже все-таки в Госдуму что ли, как журналист обратиться, чтобы в магазинах висели вот эти там. Какое есть, чего есть запрещенные, есть просто, как сказать, наполовину вредные и совершенно безвредные. И вот ты найдешь что-то там из продукции там. И вот эти Е-Е-Е-то целые там выстроились один за другим. Люди не смотрят. А это производитель, он, перестали его кошмарить. Теперь его очередь настала кошмарить нас, потребителей. Если бы это было бы в дефиците, понятно, но сейчас переизбыток всей этой продукции. А они стремятся к чему? Как журналист, который торговлю писал когда-то, я хочу сказать. Они стремятся к удешевлению, чтобы именно их товар купили. Вот, видите, как там. И подешевле якобы. Я говорю, да было бы дорого, но зато без всяких Е. Почему у нас родители пекли что-то? Вот у нас есть пекарня. Ну, в этих пекарнях тоже знаем, что это растительное масло, так называемое. У них это пальмовый масло там идет. Вот они бы экспериментально сделали в чистом виде. Вот хорошее масло, допустим, из него. Вот они лежат, лежат здесь. Вот здесь я как-то, кстати, спросил немножко только. Там ворона сидела голодная. Я попросил, говорю, может для вороны паровать тройку пряник? Они мне дали. А так они, я уже сказал, третий раз хожу. Они стараются минимум полкило. А это уже или просроченное, или качество плохое. А ты уже не понесешь обратно. И не примет она. Это явные должны быть признаки там, что гниль, плесень, там еще что-то такое. Ну, а они уж, извините, на, как сказать, поднаторели в производстве. И вот я мысль там начал о том, что стараются дешевле, чтобы конкурентоспособной была продукция подешевле. И берут самые никудышные, иногда масла. Я иногда вот хлебный магазин, у нас есть цех, завод в городе. И иногда вот у них есть здоровье, ржи. Сейчас вот не встречается, а раньше встречалось, покупаешь хлеб. И вот эта корочка, она вся, противный вкус, противный запах. Видимо, какое-то старое масло использовали, просроченное, где-то подешевле брали или что. Сейчас вроде не попадается. А раньше вот я всегда кожуру срезал и выбрасывал. И вот они стараются снизить расходы. И человек, о, дешево, о, дешево. Я как сказал, что люди, когда покупают, стараются машину покруче. Его не устраивает там какой-то дешевый модель. Он в кредит влезет, купит подороже. Если жилье, он там, а обстановка не пожалеет. Одежду или отдыхать куда-то, значит, в интернете заходишь. Они там весь год собирают или в кредит берут, едут куда-то. Они там в кредит взяли что-то и деньги поехали за границу отдыхать. Свадьбу провести, кредит взяли. На еду кредит нету. Почему? Потому что люди экономят на еде. В первую очередь, статья расходов сразу на еде. Поэтому у нас производители постоянно химичат, на мой взгляд. И стараются удешевить продукцию, потому что люди экономят на еде. Это, на мой взгляд, они экономят. А когда экономит человек, о качестве разговора быть не может. А почему нельзя вот параллельно, подороже? Я просто боюсь, что у нас неправильно это поймут. И цену накрутят. Люди будут думать, что это качественная продукция. А их просто, это будет разводилово. Это как вот я зашел в магазин на днях и увидел золотой ярлык. В свое время, несколько лет назад, я в Гагаузе был. И там накупил порошок, вот этот как раз какао. Потом до меня дошло, что качество-то неважное должно быть. Просто мне казалось, что там хорошее. Потому что республика, скажем так, там цены низкие на все. Относительно нас. Потому что доходы другие совсем. На порядок ниже. Продукции, естественно, дешевле. И когда я увидел продукции там, не совсем уж дешевые, думаю, качественные. А потом я здесь в магазине тоже самое купил. И вкуса никакого не ощутил. Совершенно. Правда, есть в торговых центрах. Я там вижу иногда, написано. Они называют его горячий шоколад. Выставили. Там, видно, отдельная упаковка, совсем идет. Там качество, мы видим, получше. А их нет в магазине. Есть вот золотой ярлык, который я купил. Он, на мой взгляд, маленькая там коробочка. Недешево, на мой взгляд. Я думаю, раз недешево, значит, качество хорошее. И тут промах ожидал меня. Я прокипятил. Бесполезно. Вкуса никакого. Вкуса совершенно никакого. А как-то я вот на вокзале стоял, ЖД вокзале, что ли, в Москву собирался ехать из Казани. Там продавец, как раз он носит горячий шоколад. Я его начал подначивать. По сути, говорю, не шоколад же. Это просто двойную там порцию какао. Он, да, согласился. Это, да, действительно, да. А тут, видимо, все-таки чуть-чуть какао-масла, что ли. Что-то такой ингредиент какой-то добавляет, что у людей склад впечатлений, что они там... О, горячий шоколад. Я считал всегда, что качественный был шоколад когда-то, положим, относительно качественный в советское время. И вот человек утром взял, в какую-то посуду положил плитки шоколада, разогрел. И у него получился горячий шоколад. Вот это, я считаю, горячий шоколад. А не то, что там, значит, какао просто побольше положили порошка. У нас любят красиво именовать. Красиво именовать любят. Ну все, я тут завершать буду. Потому что... О-о-о! Да нет. Пили люди. Ну, аккуратно сложили. Все, спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.